Микс Ньюс. Утро на Волткове. Итак, мы продолжаем. У нас сейчас в гостях Диана Галланд, директор фонда Инесса Галланд. Здравствуйте. Доброе утро. И мы сейчас будем говорить о фестивале Summer Time. Summer Time у нас традиционный летний фестиваль августовский. И в этом году он тоже пройдет в августе. Который раз уже, Диана? Двенадцатый. Уже двенадцатый раз. Угу. Невероятно, но факт. Время летит. Просто буквально, я помню, недавно было десять лет. Правда? Да. И уже прошло опять два года. Вот, пожалуйста. И этот фестиваль, он идет неделю в Юрмале. И совершенно невероятного качества, я считаю, этот фестиваль всегда. Каждый год. И каждый год это какие-то сюрпризы. Да. Кстати, вот тут один зарубежный конспект написал. Такого стены концертного зала «Дзинтери» еще не видели. Такого еще не видели. Это каждый год. Учитывая, что стен там нет, но, в принципе, вот. Что вот такого, чтобы не видели стены концертного зала «Дзинтери» будет в этом году? Знаете, во-первых, коротко расскажу, чему мы посвятили этот фестиваль в этом году. Он посвящен поездкам, пути, движению, всему, что связано вот с каким-то таким перемещением по всему миру. Поскольку мамы и вот все музыканты, которых мы приглашаем, это люди, которые не сидят на одном месте. Они гастролируют все время, постоянно в движении. Совершенно верно. Это разные сцены, это разная публика, это новые победы какие-то, это новый опыт. И каждый раз они, все музыканты говорят, мы с первых минут понимаем, какая публика в зале. Они абсолютно чувствуют эти вибрации. И в этом году мы как раз хотели этому посвятить фестиваль. Такое путешествие по Европе, да? В принципе, у нас будет Португалия. По миру, наверное, потому что у нас будет американский. Африканский. Африканка будет совершенно невероятная. Поэтому это вот такое просто путешествие по континентам. И всех ждем с нами попутешествовать и окунуться каждый вечер в какую-то совершенно другую атмосферу. Ну, наверное, теперь подробнее уже о каждом вечере. Конечно, мы ждем все открытия. Что будет на открытии, чему оно будет посвящено, кто будет на открытии? Первый концерт 8-го числа, в котором мы будем открывать фестиваль, Бельканто, пир с Инесса Гаунта. Вы знаете, мы переместили. Это всегда этот вечер был посередине фестиваля. Мы решили, почему же мы должны приглашать людей выпить кал-шампанского с Инессой и солистами, если мы это сделаем торжественно, если мы можем это сделать в начале фестиваля. И поскольку все гости будут приглашены потом выпить с мамой и солистами бокал вина. И это в прошлом году было настолько эмоционально и здорово. Люди не хотели уходить из концертного зала. И буквально поднимали стулья, как говорится. И это было очень эмоционально. И этот вечер посвящен европейским композиторам. Будут как оперные арии, как какие-то новые, какие-то известные. Будут выступать совершенно замечательные исполнители, солисты. Вот такой постоянный костяк, на самом деле. Сергей Егерс, дружок нашего фонда. Замечательный контртенор. Да, да. Любимец, он действительно совершенно обладатель удивительного голоса и тембра. Будет Рамен Браманис, с которым в прошлом году было первое сотрудничество фестиваля. И который в этом году также в опере, я не знаю, исполнил солирующие партии. И очень хорошо был воспринят критиками. Потом будут таланты, которые участвуют в каждом нашем концерте. Они будут уже на открытии. Они будут на открытии. Каждый концерт мы открываем или предоставляем такую возможность. Большой сцены. Для них это на самом деле большой шаг. Для юных талантов, я поясню для наших слушателей, если, может быть, кто-то пропустил. Хотя все хорошо знают, что Инесса Галланд как раз еще славится тем, что она каждый раз открывает новые таланты, новых молодых исполнителей очень талантливых. А Асокин будет впервые, да? Вот. И я хотела как раз сказать, да. И у нас будет премьера сотрудничества, которой мы безумно рады. Андрей Асокин будет также нашей жемчужинкой, исполнителем нашего концерта открытия. Да, это известный представитель династии пианистов. Да, трое. К ним тоже приходили Асокины в студию, и наши слушатели знают их. И вот сейчас могут в очередной или не в очередной, может быть, кто-то в первый раз услышит их. Они выступают на лучших концертных площадках и в Латвии, и в Европе, и в мире. Так что с удовольствием послушайте. Это вот открытие. И я так понимаю, что дирижер будет из Германии. Экхард Витцек влюбился в Латвию. Мы сотрудничали в прошлом году, и были невероятно польщены и рады, что оркестр фестивально сказал, что такого дирижера они очень давно уже не переживали. И с таким человеком они давно не работали. Он энергетическая бомба и совершеннейший профессионал в своем деле. И после фестиваля он сказал, все, я в вашей семье, берите меня, усыновляйте. Я влюблен в... Мне нравится зал, я влюблен в пляж, я влюблен в фестиваль, мне очень нравится концепция. И он попросил нас стать творческим директором, музыкальным директором фестиваля. И, вы знаете, не могли, конечно, отказаться, потому что это для нас большая честь. Экхард в этом году стал профессором в Аймарском университете. Это огромнейшая честь как для него, так и для нас. Это один из старейших музыкальных учреждений Германии. Поэтому здорово. Диана, ну я так понимаю, что он не единственный, вот Экхард не единственный, кого усыновил в фестивале Summer Time. То есть за многие годы сложилось же сотрудничество, и вот так вот потихонечку кого-то искали, находили, и потом люди просто становились с одной большой семьей. Так и есть, и в этом наша цель. И очень много людей, которые выступали в предыдущие годы, потом звонят нам после фестиваля сами или их агенты, и просят, чтобы они были в следующем году. Но поскольку каждый год одних и тех же приглашать не можешь всё время, хотя мы сделали несколько исключений, 9 числа, на второй день фестиваля, у нас будет любимейший нами и латвийской публики Данил Крамер. Вот я к нему и вела. Да, да, да. И это абсолютная наша традиция, это наша перла, это наш герой. Да, да, да. Это я на немецком, на самом деле, хотела сказать даже. Вот. И он совершенно уникальный, светлейший, талантливейший, гениальный пианист с классической базой, джазовый виртуоз, человек, который, ну, я думаю, что в России нет ни одной радиостанции, ни одного телевизионного канала, который бы не зазывал его и не питался его вот этой невероятной энергией и интеллектом, потому что он светлейший. Это человек, который, наверное, его полки прогибаются от количества регалий, премий, он создатель фестивалей, он основатель фестивалей, он приглашается на все абсолютно, то есть вот все, что есть джазовое, качественное, именитое, все происходит вот именно с его участием. Тут уже даже регалии не нужны, Данил Крамер говоришь, и уже все знают, о чем идет речь, о ком идет речь. В данном случае, я так понимаю, что он не один будет выступать, и нас ждет не просто концерт, нас ждет дуэль. Джазовая. Джазовая, так называемая. Вот об этом расскажите, кто будет его противником, или, может быть, я не знаю, как правильно ли так сказать? Дуэлянтом. Ну, в данном случае, да, получается так. Вы знаете, каждый раз, когда мы с Данилом говорим, он говорит, да, Данил, давайте подумаем, что это будет в следующий раз, и так далее. И о ком бы мы ни заговорили, о каком бы дуэте, о каком-то музыканте, он говорит, а, с этим вчера я выступал, да, вчера мы завтракали, вернулись с этого фестиваля. А, про это Дяночка, да, хорошо, я вам позвоню, мы согласуем программу, и так далее. Дяна, этот раз у меня особый гость. Валерий, вот если сравнивать я и он, Дяна, советую его. Я говорю, Данил, не сходится, не можем. Вот. Он говорит, хорошо, будем вдвоем. И он говорит, Дяночка, у нас, на самом деле, наш дуэт называется «Валерик и холерик». И на что я улыбнулась и сказала, вы знаете, так афишу назвать и концерт не смогу, да, поскольку другая публика, и хотелось бы как-то по-другому. Я говорю, почему так называется? Он говорит, вы знаете, мы настолько диаметрально противоположные и в темпераменте, и во всем, но не в профессионализме. Валерий Гроховский также абсолютно виртуозный пианист, человек, который гражданин как России, так и Америки, преподающий в Америке и живущий, как оказалось, также на три страны. И в Германии он, оказалось, живет рядом с нами. Совершенно случайно вышло в разговоре. И мы безумно благодарны Данилу, что он привозит нам вот все время какие-то такие новые удивительные программы. И когда мы говорили о том, какой она будет, джаз-дуэль, диалог, или наоборот, то Данил Гордиана, поверьте мне, скучно не будет. Они будут, будет программа на двух роялях, потом на одном рояле вместе. И это действительно будет джазовая дуэль. Ну и экспромты, конечно, наверняка тоже. Конечно. Хорошо, мы поговорили вот о девятом числе. Это 9 августа, дуэль, джаз-диалог. Данил Крамер и Валерий Гроховский. С нетерпением ждем вот этого вечера. Что дальше? Дальше все интереснее и интереснее. Все о любви 10 августа. Что там будет? Да, все ждем Антонио Замбуева. Это человек сердцеед, как говорится. Это человек, который, как это объяснить? Это человек, который завоевывает сердца. Не только женские, а в принципе. Ловец, сердец, да, получается такой. Да. Это человек, которого назвали лучшим исполнителем, мужчиной, фадо. Так как это, в принципе, женская прерогатива. Но он приезжает с программы Босанова и фадо. И это человек, который собирает стадионы и залы. 2017 год. Все испаноязычные страны распроданы абсолютно. Это человек, который собирает на Ютьюбе от 2 до 3 миллионов кликов за какие-то считанные дни. Это человек, который вкрадывается. Вот я вам рассказываю, у него у самой мурашки по коже. Это человек, который вкрадывается в вашу душу и заставляет просто, ну вот, я не знаю, отключиться и пережить вот то, что вам хотелось бы. Может быть, что-то, что болит, а что вот переработать что-то, да. И это человек, который обладает невероятной харизмой и теплом. Это нам очень важно, поскольку каждый из наших исполнителей, что в принципе является целью нашего фестиваля «Имамы», это эмоции. Мы хотим, чтобы наши зрители каждый вечер уходили и говорили, боже мой, у меня энергии на неделю вперед, на месяц вперед, на год вперед. И это как раз с Антонио такой же случай. И когда вот наши переговоры, поверьте мне, они непростые, потому что он президент в своем роде, в своем жанре. Конечно. Лучший из лучших. Лучший из лучших. И его агентство также лучше из лучших. И они делают все для того, чтобы ни одна пылинка, чтобы все было обговорено заранее. Поэтому мы также будем его по-президентски принимать и представлять вам. И мы очень ждем, поскольку нам кажется, что все про любовь должно быть для каждого. Диана Галланд у нас в студии. Мы говорим о фестивале «Саммертайм». У нас есть звонок. Надевайте наушники, пожалуйста. Слушаем вас. Здравствуйте. Пожалуйста. Слушаем вас. Добрый. Добрый день, пожалуйста. Я хочу сказать такому, как Арманду Муженецу. Я выпущу... Не-не-не, наверное, вы все-таки... Все-таки не туда. Вы на «Болтком» звоните сейчас, радио «Болтком». Наверное, не туда позвонил. Не туда попал. Бывает такое. Да, слушают сразу две радиостанции и иногда путают телефоны. Ну, бывает. А мы остановились на 11-м числе, и здесь тоже очень интересная программа. «Здесь времена года». Наверное, вот... Ну, это знают все. Тут даже не надо говорить. И кто же будет «Времена года» исполнять? «Времена года» будут во всех его проявлениях совершенно невероятным коллективом. Мы очень горды, что у нас состоится в этом году сотрудничество «Виртуоза Москвы». Один из, наверное, самых известных, уникальных коллективов струнных во всем мире. И уникальны также тем, что они, одни из немногих, умеют выступать без дирижера. В принципе, это мало какому оркестру дано, а они настолько все профессиональны, это настолько отточенный и отработанный просто состав, что они говорят, ой, Зяночка, ну, давайте мы подумаем, давайте мы решим программу и так далее. То есть это совершенно люди, которые этим живут. И очень многие отдыхают в Латвии, очень многие любят Латвию. То есть это их как второй дом, как они нам сами говорят. И мы очень рады этой программе, поскольку «Чайковское времена года» — это, в принципе, фортепианное произведение, которое было специально аранжировано для «Виртуозов». И времена года «Вивальди» мы все знаем и любим, времена года «Чайковского» для меня самой. Я очень жду, потому что я еще не слышала лайв, это произведение в их исполнении. А пиецола — это просто закончить вечер в пиецолы, это просто абсолютно удивительно. Но у нас будет также премьера, премьера сотрудничества как оркестра и Рейниса Зариньша, так же и нашего сотрудничества с Рейнисом Зариньшем. Это совершенно удивительный и любимый латвийской публикой пианист, живущий в Англии, концертирующий по всему миру Рейни Зариньш. Он будет выступать с «Виртуозами» в Москве. Да, вместе с «Виртуозами». Это будет тандем, это будет удивительное сотрудничество, которому каждый из них очень рад, и это будет премьера для них. И все профессионалы у нас уже спрашивают, да, какой репертуар, что же он будет исполнять и Рейнис, и «Виртуоза», поскольку это, конечно, всех очень интересует. Это секрет. Секрет. Вот я только что хотела сказать, вы его оформили. Приходите, услышите. Это тандем, это просто удивительно. 11 августа вот как раз будет «Виртуозы Москвы» и Рейни Зариньш. Вот такое интересное сотрудничество. «Виртуозы Москвы» очень со многими выступали, легендарными исполнителями, а теперь вот с нашим Рейнисом Зариньшем. Но на этом фестиваль «Саммертайм» не закончуется. Там распереди еще столько. Там распереди еще очень много. У нас «Ночь гитар» 12 августа. «Ночь гитар» – это Розенберг трио. На самом деле, я думаю, что один из самых известных коллективов во всем мире. Я не знаю, я думаю, что мы когда где-то путешествуем, или куда-то выходим, какие-то кафешки даже, или рестораны, или еще где-то, то мы всегда ловим себя на мысли о том, что на заднем фоне играет их музыка. Это те музыканты, которые, на самом деле, являются... Которые играет цыганский свинг. Это династия цыганская, которая живет в Голландии, которая удостоена от королевского дома голландского вплоть до во всем мире невероятным количеством уникальных совершенно регалий, от лайн-ордена до всяких таких совершенно удивительных музыкальных призов, а также за вклад в музыку. Это люди с невероятным количеством дисков. Это вот то трио, после которого, в принципе, гитарные трио начали создаваться и им следовать. Это люди, которые сами придумали вот какое-то свое такое удивительное направление. Это цыганский клан, который, если вы выйдете в YouTube, то вы видите Розенбергов очень-очень много. Когда мы заказывали им билеты, то все эти имена, они совершенно другие, потому что это цыганские имена в паспортах. А это, конечно, псевдоним, очень красивый и известный во всем мире. Это люди, которые собирают стадионы, которые... Все самые известные джазовые фестивали, и вот как наш, вот такой World Music и так далее, приглашают их. В этом году мы их пригласили не только как трио, а с одним из членов клана семьи Джонни Розенбергом. Да, если у нас остается не очень много времени, а впереди еще два дня, которые нужно рассказать. Да, и вот эти афиши, вот наконец-то мы дошли. До вашей, да. Весь в городе с прекрасной африканской певицей, с большими серьгами такими. И вот это тоже у вас. Это наша. До Баньяоры. Да, да, Вэй открыла для себя достаточно, ну, пару лет назад в Цвирихе и позвонила маме еще, ну, отойдя коротко от сцены, и сказала, мама, мы должны ее пригласить, мы должны просто, ты должна увидеть эту девушку. Это бомба энергетическая, которая, я не знаю, КПР – это тот спорт, когда люди могут повисать в воздухе. Мы ее уже приглашали на наш юбилейный фестиваль, и она была удостоена 10-минутных стендинг-авейшнс, потому что люди такого еще никогда не видели. Я сама, если честно, в Цвирихе просто терапела, потому что человек, который обладает таким вокальными данными и такой физической формой, и может творить на сцене такое, я даже не могу вам в словах описать, что именно. Причем еще и на нескольких африканских языках. В языках, инструментах. Она дочь очень известного перкуссиониста африканского, который играет на музыкальных инструментах, которых мы даже названий не знаем, придуманных, созданных имиджей, семьей, какими-то отдельными племенами. Это девушка невероятной красоты. От нее просто совершенно невозможно оторваться во время концерта, слушая и видя ее. Ну и последний день, это 14 августа, 18 часов. Это гала Галланта, традиционно это закрытие. Там, наверное, будет все. Сублимация всего. Того же Джонни, который будет у нас на Розенберг-3, он предпочел гала-концерт, телевизионные передачи в Голландии, чему мы очень рады и остается с нами. Это человек, который... Мы сможем услышать сенатор в новом его проявлении, мы сможем услышать Дабе, совершенно уникальную. Мы услышим, конечно же, наших гостей, Олесию Петрову, любимую нами. Это совершенно невероятно теплый человек. И Валерий Гроховский остается с нами. Поэтому Интерс, Вусвелис, Иннес, мамочка, конечно, будет, и Сергей Егерс. Так что это будет вот такой букет, финал. Мне кажется, мы достаточно заворожили всех. Вот даже одним только перечислением, может быть, имен и тех, кто будет выступать на этом фестивале, гала Галланта, с 8 по 14 августа. Уже готовьтесь, освобождайте вечера. Все будет замечательно, и, я надеюсь, и погода тоже. Заказали. Если даже там вдруг что-то с погодой, там вот эти африканские страсти, мне кажется, согреют любого. Спасибо вам большое. Диана Галланта, директор фонда Инесса Галланта, дочь Инессы Галланта была с нами сегодня. Всех пригласила на фестиваль «Саммертайм». Спасибо и до свидания. Спасибо. Ну, а мы заканчиваем тоже с Михаилом программу «Утро на Болткоме». «Умя».